107 участков обошли, 4 нарушителя нашли. Специалисты мэрии провели мониторинг по выявлению самостроев. 20 метров вне машины. В Адлере преступник при проверке документов протащил полицейского по дороге. 229 новобранцев пополнили ряды спортивных РОЦСК. Церемония прошла на медальной площади Олимпийского парка. Самый красивый двор, чистый подъезд и заботливый тос. В Сочи начали подводить итоги городского конкурса «Лучшее благоустройство территории». За отключение тепла в домах и социальных объектах отвечать будут главы городов и районов. Об этом сегодня на общекраевой планерке напомнил губернатор региона. Вениамин Кондратьев провел совещание о начале отопительного сезона. За две недели в администрацию края поступило более 400 обращений из 30 муниципалитетов. Люди жалуются на холод в квартирах, школах и детских садах. Губернатор потребовал решить все проблемные вопросы и напомнил, что чиновникам не следует перекидывать ответственность друг на друга. Управляющие компании, энергосбытовые, что угодно, мы можем перечислять, но друг к другу. Люди во всех этих перипетиях и выяснениях отношений не должны страдать. Жители, которые хотят, чтобы в доме, в квартире было тепло. Это их нормальное человеческое желание. Даже если управляющие компании что-то не делают, значит заставьте их делать. Заставьте включать тепло. И сегодня у нас есть все для этого рычаги. Все. Нужно, еще раз подчеркиваю, давайте возбуждать дела в отношении тех нерадивых, в том числе и руководителей управляющих компаний, которые взялись за гуш, а потом говорят, что не тянут. Здесь задача максимально обеспечить теплом всех. Еще раз подчеркиваю, всех. И понятно, социальные объекты, детские сады, школы, больницы, поликлиники, естественно жилье, квартиры, людей. На подготовку к зимнему сезону в этом году на Кубани выделили больше полутора миллиардов рублей. За эти деньги в том числе модернизировали 42 котельных. А в Сочи перед отопительным сезоном похолодает. На курорте объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра, местами порывы 12-15 метров в секунду. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. К другим новостям. В Сочи продолжают выявлять незаконные строения. Мониторинг показывает, что ни уголовные дела, ни общественный резонанс не пугают застройщиков. Выявить это можно уже на этапе заливки фундамента. Однако полномочия администрации в этом вопросе ограничены. Основной задачей рейдов является выявление нецелевого использования земли. Там, где по документам гараж, находится магазин. В частном доме – гостиница. Но нередко в рамках обхода обнаруживаются и лишние этажи. Так, в ходе очередной проверки специалисты за пять дней обошли 107 участков. И на четырех из них обнаружили самовольные объекты. Один из них – дом в Красной Поляне. По документам здесь должно быть не больше трех этажей. По факту уже четыре. В целях пресечения деятельности по самовольному строительству в настоящее время налажена работа с Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края. В частности, по осуществляющим функции государственного строительного надзора. Совместно с прокуратурой города Сочи определён порядок этого взаимодействия. В каких случаях мы направляем эту информацию департамент. Департаментом проводятся проверки, направляется информация в адрес органа местного самоуправления. После чего мы выходим с исками о сносе объектов самовольного строительства. Часто бывает, что недобросовестные застройщики строят на участке под садовый дом многоэтажку. Тогда страдают и те, кто купил жильё. В лучшем случае обманутым покупателям придётся за свой счёт проводить коммуникации. А в худшем – вовсе лишиться денег. Жители этого дома не раз обращались к застройщику с просьбой достроить здание. Есть решение суда, которое не исполняется уже третий год. Он сидит, но тем не менее у него есть имущество. Мы хотим, чтобы это имущество было не только арестовано, это имущество может быть продано, естественно выставлено на торги. В нашу пользу эти деньги истрачены на подключение коммуникации. Есть решение суда, но зафиксировано ещё маем 2016 года. К сожалению, ни одно решение суда не выполнилось. Судебные приставы бездействуют. Несколько раз мы обращались. Теперь расходы по законному подключению дома к электро- и водоснабжению ложатся на самих жильцов. Им же придётся провести противопожарные мероприятия и благоустроить придомовую территорию. При этом администрация старается в силу закона оказывать им всестороннюю поддержку. Организовывает встречи с ресурсниками, договаривается с ними о рассрочке. А вот тем, кто вложился в строительство дома номер 10 по улице Буковой, повезло меньше. Уже есть решение суда о сносе объекта. На входе в недостроенный подъезд большими буквами написано «Дом арестован». Но несмотря на это люди обустраиваются, устанавливают окна и двери, делают ремонт. Они крышу сами сделали за свои деньги. Много чего они за свои деньги. Уже дополнительно к застройщику. Люди несчастные там, я скажу так. Попали. Попали. У нас хоть свидетельство о собственности есть, а у них и этого нет ничего. Здание представляет опасность, поэтому снести его всё же придётся. И сделать это должен застройщик. За свой счёт. Иначе администрация города подаст в суд на взыскание неустойки за неисполнение решения. И тогда ему придётся заплатить немаленькую сумму по 5000 рублей ежедневно. На сегодняшний день подано уже около 300 таких исков. По одному из них суд уже принял решение о взыскании. Кроме того, у застройщика могут через суд изъять участок под самоволкой, который впоследствии будет продан с торгов. Администрация уже подала два таких иска. Некоторые застройщики, не дожидаясь негативных последствий, уже сносят самоволки. Тех же, кто продолжает возводить незаконные постройки, ждёт уголовная ответственность. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи преступник при задержании протащил полицейского машиной. 39-летний местный житель был объявлен в федеральный розыск, а нашли его в Адлерском районе. Только вот отправляться за решётку мужчина не торопился. Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что находящийся в федеральном розыске за уклонение от отбытия наказания мужчина проживает в частном доме в Адлере. Во время проверки документов сочинец решил скрыться на автомобиле. Инспектор ППС Антон Халстинкин попытался остановить транспорт. Залез в окно, заблокировал руки гражданина и попытался заглушить транспортное средство. Но во время борьбы он всё-таки протащил меня около 15-20 метров. Подоспевшие сотрудники полиции блокировали данные транспортные средства. Данный гражданин был задержан. В ходе личного досмотра в отделе полиции у него был обнаружен пакет с наркотиком метадоном. Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он взят под стражу. Возбуждены уголовные дела. Сочинцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5000 рублей за опасное вождение. По словам Михаила Чернякова, соответствующий законопроект уже подготовлен. Норма об опасном вождении появилась в ПДД в 2016 году, но только теперь нарушитель понесет реальное наказание. Сейчас к признакам опасного вождения относят около 6-7 нарушений. Это игра в шашечки, хаотичное перестроение, несоблюдение скоростного режима, когда автомобиль пытается светом и звуковыми сигналами согнать машину спереди, движения по обочине и другие. Однако, по мнению автоэкспертов, зафиксировать и доказать факт опасного вождения сложно. Для этого необходима продолжительная видеосъемка не менее 20 секунд. Как это сделать, пока не ясно. Добавлю, что такой же штраф в 5000 рублей предлагается внедрить за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Международный аэропорт Сочи перешел на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до конца марта. В этот период аэропорт будет обслуживать до 85 регулярных ежедневных авиарейсов более чем по 60 внутренним и международным направлениям. С 11 ноября по воскресеньям открылись полеты по новому направлению Сочи – киргизский город Ош. Уральские авиалинии также в ноябре начнут выполнять рейс в города Таджикистана. С 15 ноября по четвергам из Сочи в Худжанта, с конца ноября в Душанбе. В дни новогодних праздников из Сочи запланированы чартерные рейсы в Дубай. Всего будет выполнено три чартерных рейса из Сочи 30 декабря, 6 и 13 января. Авиакомпания «Ежавия» начала выполнение авиарейсов из Сочи в 9 российских городов – Ижевск, Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Челябинск и Омск. Жители Сочи смогут быстро долететь до любого из перечисленных городов, минуя Москву. В Сочи начали подводить итоги городского конкурса «Лучшее благоустройство территории города». Уже по традиции он проводится в честь Дня города. Претенденты на премии – районы, микрорайоны, улицы, курорты, дома и даже подъезды. В этом году участников еще больше и самых активных горожан уже награждают в районных администрациях. Если раньше сочинцы акцент делали лишь на наведение санитарного порядка своих придомовых территорий, то сейчас тема номер один – это благоустройство, причем целых микрорайонов. Тосовцы активизировались, не отстают и домкомы. Общественники находят спонсоров и преображают вид из окна. К примеру, в Адлере у дома на Садовой 75 удалось укомплектовать детскую площадку. Не отстают и сами жильцы. Здесь по доброй воле в совместной уборке двора участвуют все по очереди. Сделали ограждение детской площадки, под окнами сделали ограждение. Мы стараемся высаживать зелень, хотим сделать спортивную площадку. И для детей, и для наших жильцов. У нас бабушки спортивные, они у нас ходят очень далеко на спортивную площадку, хотим, чтобы у нас было. Мы сами красим, малые формы сами красим, не платим управляющей компанией. Мы сами делаем подрезку кустов. Вот сейчас вот заказали кронирование больных деревьев. На востройках также радеют за чистоту. Жильцы 66-го дома по улице Демократической отмечают порядок в доме не потому, что там часто убирают технички, а потому, что никто не ссорит. Все приучены, все знают, что у нас дом красивый, чистый. Мы даже объявления отвешили. У нас были жильцы, а курок кинули, повесили объявление, что в нашем красивом доме курки из окон не выкидывать. И чайные пакетики тоже. И все нормально, все чисто, хорошо. Многое зависит и от ментальности. Но все же есть на придомовых территориях дела, за которые отвечают не только жильцы. Управляющие компании, как оказалось, способны на многое. Как пример, центральный район. Здесь специалисты компании «Домсервис», помимо всего прочего, озеленяют дворы и клумбы. Все работы производятся вместе с собственниками. Они также утверждают наши идеи. Мы им предлагаем или выполняем их какие-то задумки. На Новый год у нас оформляется клумба с оленями, с санями, с подарками. На 9 мая у нас тоже размещаются композиции, посвященные 9 мая. Все сделано руками наших сотрудников. До Дня города победители определяют в районах. В Центральном грамоты и слова благодарности общественники уже получили. Город воля, солнечный город. В числе лучших и самый молодой тост Донской этому территориальному совету всего два года. У нас больше всех номинаций, 30 номинаций. Я думаю, что они все получат какую-то награду, благодаря депутатам, благодаря администрации. Я хочу поблагодарить всех, потому что нам все очень помогали. Два года – это очень маленький срок для того, чтобы конкурировать с такими другими тостами, которые имеют по 20 лет стаж, по 25 лет стаж. Нам очень хотелось именно благоустроить наш микрорайон. И у нас это получилось. Основная задача – привлечь людей, показать, как хорошо и как у нас плохо. Будут, конечно, номинации, связанные и нерадивая управляющая компания. И, скажу честно, работой мы удовлетворены, но, как всегда, есть к чему стремиться. И в этом году, первый год, когда город Сочи, центральный район, участвует именно в программе благоустройства под эгидой «Единой России», появятся новые общественные территории, появятся территории придомовые, которые уже в этом году мы должны первую ласточку сделать. Победители районного этапа городского конкурса «Чистый дом. Красивый город» примут участие в общегородском. Его итоги подведут в рамках празднования Дня города 23 ноября. Награду победителям по традиции вручит мэр курорта. Хоть это и конкурс, конкуренции в районах не боятся. В любом случае, все работают на один результат – чистый и благоустроенный Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 229 новобранцев пополнили ряды спортивных род ЦСКА. Торжественная церемония прошла в минувшие выходные на Медальной площади Олимпийского парка. В четыре спорт-роты, которые дислоцируются в Балашах и Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи, были призваны 229 атлетов, представляющих 29 олимпийских видов спорта. Среди новобранцев – призеры европейских и мировых первенств. Во время церемонии над главной площадью Олимпийского парка прошли показательные выступления спортивной команды по парашютному спорту. А гости мероприятия смогли принять участие в мастер-классах по различным видам спорта. Почетными гостями события стали именитые ветераны спорта ЦСКА. Светлана Ишмуратова, например, старается не пропускать ни одной церемонии. Знаете, женщине тоже иногда приходится командовать. Но командуем мы очень легко, мягко, по-матерински. А здесь фактически 18-летние мальчишки – это дети еще. Конечно, они вдали от своих отцов, матерей. Скучно, грустно. И чтобы хоть как-то их, знаете, так сгладить, вот эту вот саму всю такую жесткую процедуру, конечно, приходится где-то ласковое слово сказать, где-то что-то подсказать просто, по плечику похлопать, знаете, по-матерински. Кстати, спортивные роты в российской армии возродили не так давно. Атлеты могут проходить службу в рядах вооруженных сил, не отрываясь от тренировочного процесса. Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» докатился до Сочи. В минувшие выходные команды встретились на стадионе первой спортшколы. Сам проект стартовал в 2016 году. Сочи и Краснодар вошли в него в 2017. В каждом городе проходят матчи между школьными командами. Участвуют и мальчики, и девочки. Представительницы слабого пола, хоть и не такие частые гости на стадионе, но пенальти били с завидным азартом. Несмотря на несомненное желание каждой сборной победить, проигравших в проекте нет. Каждый участник получил подарочную карту от спортивного магазина. А еще всем командам вручились сертификаты на приобретение экипировки. Мак-хэппи-день. Осенняя благотворительная акция стартовала в Сочи в минувшую субботу. Часть средств от продажи картофеля фри или картофеля по-деревенски, либо стикера в ресторанах Макдоналдс, направят на благотворительность. Вот так весело и задорно начался субботний день для многих сочинских девчонок и мальчишек. Макдоналдс организовал для них настоящий осенний праздник. Все это, пока родители оформляли покупку и узнавали, что один рубль с каждой покупки картофеля направляется в благотворительную копилку, которая потом будет передана для помощи детям. К слову, весь картофель исключительно отечественного производства. Мы сегодня с нашей дочкой зашли в Макдоналдс и купили картофель фри. Мы счастливы, мы рады, что поможем кому-то из деток в качестве благотворительности. Может быть, кому-то на операцию поможем деткам, может быть, еще в чем-то. Всегда люблю делать что-то доброе для людей. Я очень люблю помогать деткам, мне их очень жалко, я всем им желаю счастья. Для меня это очень важно. Все 660 ресторанов Макдоналдс в 120 городах России включились в благотворительный марафон. В Сочи в организации проекта «Мак Хэппи День», например, помогали звезды радиоэфира Юлия Романовская и Эдуард Меркер. «Мак Хэппи День» Такая акция проводится ежегодно и привлекает внимание многих известных политиков, артистов, спортсменов. Задача у всех одна – поддержать проекты фонда «Дом Рональда Макдоналда». За 28 лет компания «Макдоналдс» передала более 680 миллионов рублей на благотворительные цели в России. В 1995 году компания стала инициатором создания благотворительного фонда «Дом Рональда Макдоналда». И уже более 250 тысяч российских семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получили поддержку. И, в свою очередь, фонд только в 2017 году передал более 73 миллионов рублей на благотворительные проекты. Девиз акции «Вместе поможем семьям быть вместе» достаточно простой, но очень привлекательный. Каждый из взрослых уверен, у маленьких детей не должно быть больших проблем. Наша съемочная группа также присоединяется к благотворительной акции. Вот этот стикер как напоминание о том, что добро может делать каждый. Грина Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Бизнес-каникулы в Сочи. По таким названиям прошел региональный форум, участниками которого стали успешные женщины России. Откуда они приехали и с какой целью? Узнаем из следующего сюжета. Каждый человек сам определяет степень своей успешности, но есть и общество, которое не может не замечать уверенные шаги слабой половины человечества. А женщины сегодня сильные лидеры, получающие награды от Московского фонда мира. Они не только обеспечивают финансовую стабильность своих семей, но и заглядываются на политику. Ну дайте нам свободу, мужчины, чтобы мы пошли в политику, чтобы мы, знаете, мы как очаг свой берегаем в семье, мы также можем и хороший очаг сделать для страны. А пока бизнес-леди поехали в Сочи, чтобы на берегу Черного моря не только услышать о новых идеях, но и самим вдохновиться и повести еще дальше за собой свои команды. Организатором бизнес-каникул в Сочи стал деловой клуб «Территория успеха». Как раз-таки наш форум – это маленькая такая толика помощи женщинам бизнеса в их развитии. Мы делаем нетворкинг для того, чтобы они смогли создать новые коллаборации, создать новый масштаб своего бизнеса, посмотреть на него по-другому, с другой стороны, получив новые лайфхаки от спикеров. Успешным женщинам России присоединились коллеги из Беларуси, Казахстана, Турции. Им известно, что 25% ВВП в российский бюджет поступает от женского предпринимательства. Быть более активными они хотят также у себя в странах. А возможен форум в Сочи стал благодаря поддержке международной компании. Холдинг Life is Good, который является международным холдингом и продвигает жилищную программу кооператива Bestway, дал возможность многим предпринимательницам и бизнес-леди узнать о возможности приобретения объектов недвижимости со срочкой платежа до 10 лет. В любом регионе России от нуля до 2%. Поэтому нам приятно выступать спонсорами на таких мероприятиях, чтобы люди узнавали и о наших программах тоже. Получить новую информацию и знания, поделиться своим наработанным опытом, как продвигать бизнес в социальных сетях, что такое женский тайм-менеджмент, а еще как в жестких рамках предпринимательства все же оставаться женщиной. Такими секретами готовы были делиться участники бизнес-каникул в Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе ФКТ ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok